Украина на протяжении последних лет, особенно последний год, обостряет отношения с Беларусью, зачастую искусственно. Но Зеленский, когда приходил к власти, он говорил, что он с Путиным договорится и начинал с обмена военнопленных, довел ситуацию до войны. Сегодня Беларусь, которая всегда выступала за то, чтобы с Украиной вести торгово-экономические и хорошие отношения, всегда мы их поддерживали и при посевной, и по электроэнергии, и нефтепродукты наши, так скажем, поставляли на их заправки и прочее. Всегда в конфликтах, которые имели место, вот эта неразрешенная ситуация, с непризнанными республиками и прочее, мы всегда предоставляли территорию для переговоров. То есть у нас такая была всегда позиция дружеская, добрососедская. Мы всегда хотели эскалацию снять. И послы, вообще в принципе, это уже по нормам международного права, дипломатического права, они пользуются неприкосновенностью, к ним относятся с особым уважением. Даже если какая-то нота протеста выражается, либо высказывается та или иная форма неприятия того или иного поведения, это делается от лица МИД. Приглашается официальный чрезвычайный посол, в дипломатической форме подается соответствующая нота. То есть есть протокол, есть уровень взаимоотношения государства. Это говорит о том, насколько государство само себя уважает. Когда в такой форме к чрезвычайному полномочному послу обращается старший офицер, который работает на украинской границе, это в первую очередь свидетельствует о том, что, к сожалению, наши украинские соседи, друзья не уважают сами себя. Они сами говорят, что у них есть проблемы с какой-то государственностью, поскольку государственность уражается в том числе и в соблюдении элементарных норм дипломатических отношений. А послы, они прежде всего и направляются в государство для поддержания добрососедских отношений, развития торговых и экономических отношений, в том числе для обсуждения каких-то вопросов в кризисные периоды исторического взаимодействия. Вот у нас сейчас какой-то кризисный, конечно, период, но для этого посол там и присутствует. Мы со своей стороны ни разу каким-то образом неуважительно, либо уничижительно к послу Украины в Белоруссии не относились и относиться не будем. Мы будем поддерживать такой высокий уровень дипломатии. Это наша позиция, поскольку мы цивилизованная нация. Но еще о чем это говорит, на что надо обратить внимание, к сожалению, я не думаю, что это распоряжение Зеленского. То есть это говорит о роли Зеленского в политической системе координат Украины. То, что уже сегодня какие-то пограничные службы, либо другие части зачастую напрямую к главнокомандующему не подчиняются. Мало того, что там иностранное идет управление, как из метрополии, управляемым этим территориями со стороны Соединенных Штатов и Британии. То есть уже они определяют, как долго будет длиться война в Украине. Так еще вот эти полевые командиры, частные военизированные структуры, подразделения Украины. У меня большие сомнения в том, что они подчиняются центральной власти в Украине. Там не разбериха, а махновщина. И, конечно, такие действия мы осуждаем, и они не красят украинское государство. Продолжение следует...